У нас в храме очень быстро читают шестопсалмия, и вот когда 40 раз говорят, Господи, по мере, как в барабанчике бьют. И непонятно, отвлекает от молитвы, и в общем-то вслушиваешься, и просто раздражение какое-то. Я обратилась к настоятелю с просьбой, но чтобы помедленнее читали, а теперь смущаюсь. Имела я право обращаться к настоятелю с этой просьбой. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Вы, ради Бога, не смущайтесь, потому что настоятель ведь для того и нужен, чтобы следить за тем, чтобы в духовной жизни прихода и в совершении богослужения все было, как говорится в Священном Писании, благопристойно и чинно. И поэтому, конечно, если вам показалось, что есть какое-то уклонение от чинности совершения богослужения, вы обратились к настоятелю именно по адресу. Но прежде чем обращаться к настоятелю, возможно, следовало бы обратиться к тому чтецу, чтение которого вам казалось слишком поспешным. Знаете, как в Священном Писании, в Евангелии Христос Спаситель говорит нам, преподает нам такое правило разрешения каких-то споров, недоумений, разногласий. Если согрешит против тебя, брат твой, обличи его между тобой и им наедине. Если не послушайте, возьми еще одного или двух и при них постарайся разобраться в этом вопросе. Если и их не послушает, скажи церкви. А если церкви не послушает, то будет тебе как язычник и мутарь. Вот это правило нам, христианам, нужно стараться соблюдать неукоснительно. И если бы вы изначально обратились именно к тому чтецу, чтение которого вам не нравилось, то вы бы, наверное, поступили немножко лучше, чем так, как это сложилось в сложившейся ситуации. Но так или иначе, обращение к настоятелю – это именно обращение по адресу. Именно настоятель должен следить за тем, как совершается богослужение в храме. Продолжение следует...